Зеренда Зеренда – это волшебный мир лесов, озер, живописных ущелий, скал, каньонов и родневых. Манящий к себе туристов из разных уголков нашей земли, чтобы насладиться лесной тишиной, вдохнуть аромат медовых трав, увидеть ромашковые и васильковые просторы в тенистых березовых рощах. Воздух здесь чистый, настоянный на сосновой смоле, богат озоном. Действительно, Зерендинский район готов принимать туристов круглый год. Мы здесь побывали и зимой, и летом. А что же ждет любителей отдыха в весенний период, расскажу вам я, Зарина Беккалиева, в программе «Тревел Дневник». Зеренда – тихое и живописное место для отдыха душой и телом, спокойствия и умиротворения. Для тех, кто любит экотуризм, природа здесь не уступает таким известным курортам, как Боровое и Щучинск. Преимущественно Зеренды в чистоте лесов и озера. Отсутствие толпы туристов. Тут чувствуется настоящая энергия и сила природы. Леса богаты животной и растительной жизнью, воздух вокруг насыщен свежестью и целебными эфирами хвои. Ульгулинский каньон – чудо Зерендинского края, поражает своей необычной красотой, обилием причудливых скальных фигур и таинственных пещер, многоголосим певчих птиц. Поистине, это райский уголок. Весенний период украшением этого урочища становится удивительной красоты – водопад. Вода падает каскадом с высоты более 10 метров, оглушая окрестности своим шумом. Люди приезжают сюда отовсюду, чтобы успеть увидеть необычное зрелище. Знаете, я не удивляюсь, почему здесь так много людей, потому что тут такая необъяснимая энергетика. Весь поток этой воды уносит негатив, воздух свежий и настроение прекрасное. Мы из города Куштау. Первый раз я узнала об этом месте у подружки в инстаграме. И мне так очень понравилось, что здесь очень живописно, красиво, водопад. Это очень классно. Даже в других странах, наверное, такое нет. Мы из города Куштау. Здесь особенно праздники, особенно когда тут столько народу, такие гулянки проходят, все тут так весело. Бывает, приезжаем, конечно. Отдыхать же надо всегда. Что именно вам нравится здесь? То есть природа нравится здесь. Воздух чистый. Мы сейчас сидим, дышим воздухом просто. В нашем возрасте уже воздухом дышать – это полезно. Далее по дороге назад мы заехали на могильник Урман-де-Булак. Находится он в 3,5 километрах юго-восточнее от села Дубрава. И в километре юго-восточнее дороги без асфальтового покрытия сообщением село Корсак – село Красный Кордон. Здесь фиксируются курганы периодом бронзы. Также присутствуют курганы раннего Железного века и Средневековья. Выделяется более 50 погребальных сооружений. В диаметрах их варьируют от 6 до 30 метров. И высотой от 0,2 до 1,5 метров. Планеграфический могильник делится на три локальные группы захоронений – северо-восточная группа, южная группа и восточная. При раскопках тут нашли бронзовый нож, наконечники, стрел, гвозди, керамические сосуды и скобы. Особенность этого места в том, что нагробные камни со временем стали похожи на балбалы. Слово «балбал» произошло от тюркского слова «баба» – «предок». Оно представляет собой небольшое каменное извояние, которое представляет портретное изображение умершего предка, держащего в руках чашу. Связана эта традиция с культом предков у древних тюрков. Дорога неплохая. По пути можно увидеть и мини-водопад. Стрелище живописное. Как отметила гид, протяженность Ульгулинского каньона составляет 3 километра. Затем воды впадают в реку Чаглинка, в конечном итоге оттуда в озеро Копа, который находится в Кокшетау. По дороге также Олеся рассказывала интересные истории, в том числе и о нашем дальнейшем маршруте. Дом близняка, который мы заедем к вам на обратном пути. Здание это было построено в 1798 году. Это памятник архитектуры. И самое, что интересно, самое, что уникальное, оно было построено без единого гвоздя. Таких домов раньше в Казахстане насчитывалось около 40. Сейчас осталось только два. Это у нас, в Зерендинском районе и в Каркаралинске. Вместе с усадьбами находились так называемые службы, в которые входили дом для прислуги, конюшня, колодец и подвал. Рядом с усадьбами разбивались небольшие дендросады и ставилось один или два дома для лесной стражи. Такие типовые усадьбы лесничеств в период времени до 1914 года возводились при всех казенных лесничествах на территории Российской империи. Сейчас же это просто здание с пустующими комнатами. А что же интересного есть еще в Зерендинском районе? Что интересно для туристов, когда они приезжают в наш край? Конечно же, такие же места, наиболее популярные для посещения, это идет Смольная сопка. Это сопка, где подъем у нас осуществляется круглый год и зимой, и летом. Конечно же, это наше озеро Зерендинское сопка. Зеленый мыс, там прекрасный вид, прекрасная панорама открывается. Есть у нас еще сопка Медведка. Там, знаете, ходим мы в основном в летний период, осенний, когда уже снег сойдет, потому что там идет подъем под уклоном на порядка 70 градусов местами, поэтому это относительно сложно идет. Также у нас есть родник, родник Коноплище. Туда наши туристы любят также приходить. Зеренда доказывает, что это отличное место для семейного отдыха, чтобы очутиться наедине с природой, отдохнуть от городской суеты. Место рассчитано на отдых длительностью 2-3 дня. В регионе расположены гостиницы и дома отдыха, где можно остановиться на выходные. Стоимость билета из Астаны до Кокшетау и обратно – от 3000 тенге. Уже от Кокшетау до Зеренды можно добраться на рейсовом автобусе или такси. Стоимость – от 1000 тенге. Думаю, нам удалось рассказать вам и показать, что же необычного можно увидеть весной. Да-да, именно весной в Зерендинском районе. Это Зарина Беккалиева и программа «Тревел Дневник». Смотрите нас по средам в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова